Дай почитать. Русский язык диктанту ЕГЭ и скучным правилам. Но эта книга фиксирует и объясняет типичные ошибки в речи, письменной и устной. Но подача материала незабываема. Это почти 120 забавных и хорошо запоминающихся иллюстраций и мнемонических стихотворений. Например, таких. У Гарри Поттера портал, а у бухгалтера квартал. Игрушкой награжденный, сапит новорожденный. Везли куда-то арестованных, в автомобилях бронированных. На посиделках кухонных случайно съели мухумы. Избежать большой проблемы вам помогут наши кремы. В вопросах вероисповедования он открывал всегда неведомые. Эти забавные стишки помогают усвоить правила орфографии, пунктуации, орфоэпи и стилистики. В разделе «Орфография» вы можете найти объяснение. Например, «Ну-ка, граждане, неробщем» и «раздельно пишем в общем». Ошибка в словах «вообще» и «в общем» становится роковой. Именно по ним часто делают вывод о грамотности человека. Написание «вообщем» вместо «в общем» и «вообще» давно входит в расстрельный грамматический список, который составили пользователи интернета. Или «Аква», «Медиа» и «Прома» пишут слитно, без разлома. В знаменитом слове, специально придуманном, вошли части сложных слов, которые всегда пишутся слитно. Автомото, велофото, телерадио, монтёр. Жаль, что вошло не всё. Не вошли такие части, как «Медиа», «Аква», «Прома». Они всегда пишутся слитно, без всякого дефиса. В разделе «Пунктуация» напоминают о том, что причастный оборот нужно правильно оформить запятыми. Даже если дел не в проворот, не забудь закрыть причастный оборот. Или о том, что в устойчивых оборотах перед союзом «как» запятая не ставится, просто идиома съедает запятую. «Работал как лошадь, устал как собака». Здесь нет перед «как» ни единого знака. В разделе «Арфаэпия» очень много интересного. Так, например, можно говорить «творог» и «творог». Один пророк любил творог, но бесконечно дорог ему был также творог. Нужно говорить только «свёкла», а вот прилагательное «свекольный». На базаре свёкла под дождём промокла. А ещё единственный вариант – щавель. А вот суп может быть и щавельным, и щавелевым. Также надо запомнить «ревень». Рифмуйте с «ремень». А вот с прилагательным сложнее. Правильно, «ревенный». Очень много любопытного и в разделе «стилистика». Есть люди, которые, увидев приветствие доброго времени суток, сразу не читая, отправляют письмо в корзину. Почему? Причина, возможно, кроется в использовании родительного падежа. А он не предназначен для приветствия. Нарушен речевой этикет. Родительный падеж предназначен для прощания. Поэтому переварит не каждый желудок фразу доброго времени суток. Прекрасные русские без нагрузки, плюс наши словари, помогут нам, дорогие слушатели, говорить по-русски красиво и правильно. До новых встреч! Дай почитать!